Превосходить себя, преображаться, чтобы стать человеком в полноценном виде. Господь сотворил Адама завершённым, и Господь свет вкладывает в женственность, в непояснимость, в незнание, и вкладывает во тьму, чтобы человек сам доискивался. Так что преображаться – это врастать в корень библейского послания, ветхого и нового завета. У каждого действительно свой восход и время на подход к себе, на новые роды, к союзу с Господом. И Натали призывает, женщины, вставай. Если ты хочешь начать строить себя, вспомни об Аврааме, послушай. Слушайте. А вот нашла в себе Господнее присутствие в тех землях невидимых, которые открываются постепенно. Уточняет Натали. Каждый засеет Господней силы, Господь переборет всех. Продолжаем. Духовный раз в душе совершается постепенно, подобно тому, как земля сама собой производит сперва земли, потом полос, потом полное землю в полосе. Всё своё время и в назначенный Богом срок. Кризис, убеждена Натали, это всегда отсутствие любви. И самое глубокое, глубокие примирения совершаются в тишине. И ты тишину уже не в страхе встречаешь. Через эту тишину ты входишь в свой новый быт, и тишина его наполняет. Тишина – есть полнота присутствия Божия, открытость сердца, позволяющая услышать зов Господня и своих ближних. Будем же учиться не теряться перед лицом испытаний, поскольку, повторим, Бог никогда не пропустит нам быть искушенным сверх наших сил. Поэтому вас приглашаем 17 февраля научиться побывать в тишине и все испытания проходить в полной тишине, без кризиса, только в любви. Мы ждём всех с 17 февраля, с 14 до 17 часов, здесь, в этом прекрасном белом дизайне. Мы будем приглашать на тему, как соединить духовное и физическое начало в нашей телесности. Ждём вас с любовью. Продолжение следует...